Здравствуйте. Какие три стереотипа вы знаете о американцах? То, что они тупые. Что они тупые? Они все толстые, они тупые и любят Трампа. Что они ненавидят Трампа и... Они толстые, они тупые, у них есть облог. Богатые. То, что они щедрые. Жадные на денег. Лучшая экономика. Но это, я думаю, не стереотип. Нету нестабильности с валютой. Всегда доллар. Ленивые. Много люди работают и... Не любят русских. Что они боятся русских. Америка зло. В большом виноваты. Все американцы очень жирные. И то, что они все толстые. Жирные, как правило. Пончики, роднеки. Бургеры, пиво и, наверное, оружие. Оружие. Как вы думаете, они соответствуют тут правде? Ну, стереотипы и всегда не на пустом месте берутся. Частично, возможно, но... Они все любят делать по-разному. Не так, как есть в саниме. Например, система измерения у них другая. Тоже не хотят выделяться больше. А в Америке все плохо, но на самом деле я так не думаю. Толстые, тупые и... Ну, наглые, наверное, какие-то, распитые. А вы считаете это правдой? Нет, я с этим согласен. С молоток ни о чем. Они говорят очень непонятно, очень быстро и непонятно. Да, мне кажется. И вы смеющие все. Они очень веселые. Сидят, типа, а-а-а-а. А потом застыно тебе одно сфинусы. Ну, и немного поверхностно. То есть лицемерные, да? Ну, не то, что лицемерные. Просто у них такой нехождет. Лишняя вежливость и политкорректность. Простота никакая. А что они не знают историю мира? Или если они знают, то они знают искаженные факты? Возможно, я хотела бы там поучиться. Что у всех подбросок есть машины. Что они любят жить дома. Я думал, что лучше обучить, да? Что у них та чистая дома. А это правда? Не думаю. Попы. Свобода. Свободная Америка. Ну, типа, демократия. Она на самом деле есть, не то, что у нас. Очень любит путешествовать на своей стране. Очень идеальный американскому. Не знаю, что они едят. Много жирной пищи. И много приезда. То есть, они более толерантные. Они более терпимы ко многим людям. То есть, здесь больше встречаются гомофобии, чем там. Или расизма. Даже если люди говорят, что они не гомофобы. Они говорят, я же не гомофоб. Но! И всегда присутствует вот это но. Что у них бургеры вкусные. Все они любят мак. То, что они едят постоянно Макдональдс. Ну, что у них фастфуд это основные причины. Они едят очень много фастфуда. Все больше всего не знаю. Потому что там много фастфуда. А это правда? Ну, скорее всего, да. Даже не скорее всего, а да. Это правда и есть. Вот вы бы хотели приехать в Америку и стать американкой? Думаю, в будущем, да. Скорее всего. Да, хотел. Нет, я же в Америку. А почему? Мне нравится культура, на самом деле, американская. В принципе. Да. Потому что там высший уровень жизни. Я думала о том, что я хочу жить в Нью-Йорке. Это пока не чисто просто. Да, хотела бы в будущем. Но я думаю, что это очень большая подготовка к этому. А пока нет. Там не так уютно, как в Европе. В Европе, наверное. О, у вас, кстати, американский флаг на футболке. Или я ошибаюсь? О, вот. Как раз. А вы бы хотели мигрировать в Америку? А почему? Периодически приезжать, да. И жить нет. Мне не по душе, в принципе, не знаю, жизнь там, в Европе. Но не там. Мне ближе Европа. Просто кажется, что это не близко мне по... По лаймам, в общем. А вы бы хотели приехать в Америку и стать американцем? Нет, мне нравится Москва. Ну, и путешествовать, да. А навсегда, думаю, нет. Но постоянно наслаждено приезжать все нечувствия. Если только пожить какой-то. Да. На постоянное место жительства точно нет. Я бы хотел съездить туда пожить какое-то время, может быть, год. Но полным переездом я пока не буду. А вы бы хотели приехать в Америку и стать американцем? Нет. Почему? Ну, это другой уклад жизни совсем. Мне более чем не понравилось здесь. Нет, я люблю свою родину, причем я здесь. Конечно, не считаю жизнью. Стать таким же полненьким. Класс. Ладно. Спасибо. Спасибо.